Марсель, вы прославились на ютубе своим заразительным смехом. Давайте тоже попробуем. Россия выиграла в Бразилии финаль чемпионата мира с отсчетом 10-0. Да ладно, не может быть такого. Отлично. А теперь давайте серьезно. Как вы считаете, какие есть шансы у сборной России на чемпионате домашнем? Шансы не слишком большие, учитывая, что есть гораздо более опытные команды с большим числом талантливых игроков в составе. Но сегодня Россия играет на домашних стадионах, поэтому все изменить может поддержка собственных болельщиков и хорошее взаимодействие в команде. Многие верят. На сегодня у команды есть все, что нужно. Главное, чтобы Диди Дишам смог воплотить свое ледение игры, правильно расставив всех игроков. У нас большая проблема с расстановкой. Гризман, Мбаппе, Погба, Матюиди и Канте. С расстановкой не все гладко. А как вы считаете, это поколение более сильное, чем поколение, которое выиграло в 98-м году чемпионат мира? Думаю, единственное, в чем команда сильнее сейчас – защита. Четверо игроков плюс вратарь, но талантов много. Не забывайте, особенность наших игр была в том, что был Зидан. Стать лучше, чем Зидан непросто, но это поколение очень перспективное. Один из матчей Франция проведет здесь, в Екатеринбурге, против сборной Перу. Много ли французов собираются приехать в Россию и в Екатеринбург в частности? Знаете, приятно, что на матчу собираются приехать около 30 тысяч французских болельщиков. Они приедут, чтобы общаться с русскими в рамках фан-фестиваля. Очень важно, что здесь будет столько положительной энергии. На сегодня продано уже около 2 миллионов билетов. Представляете, какой энергией будет наполнена города? И надеюсь, что немало народу приедет и на фан-фестиваль. Во-первых, не забывайте это бесплатно. Есть возможность посмотреть трансляции. Можно прийти с женой, детьми, пообщаться, обменяться впечатлениями, поговорить о футболе. Это обмен культурами. Их здесь будет немало. Вот что важно. Мы любим футбол, в том числе за возможность общения, безопасности. Сейчас в западных медиа распространяется много мифов России, что у нас есть проблемы с безопасностью, проблемы расизма, люди мрачные. Вы можете опровергнуть эти мифы, так как вы уже несколько городов объявили, в том числе были на Кубке Конфедерации? Думаю, Кубок Конфедерации показал, что Россия делает активные шаги в этом направлении. Для вашей страны это отличный шанс продемонстрировать свое гостеприимство, открытые объятия, массу энергии. К чемпионату мира многие выучили английский, французский, чтобы участвовать в этом обмене. И это важно. Такие масштабные соревнования для того и существуют. В Екатеринбурге, может быть, не все поддерживают чемпионат мира в родном городе. Как убедить обычного екатеринбуржца в том, что чемпионат мира – это круто? Во-первых, Екатеринбург – это очень большой город. Вы находитесь на границе между Европой и Азией. Это богатая, разнообразная культура. FIFA организует чемпионат таким образом, чтобы вовлечь как можно больше городов, чтобы вся Россия ощутила позитивную энергию, которую несет игра. Как прямо, так и косвенно. Во-первых, это большие возможности для бизнеса во всех городах. Это и сами матчи, и все, что сопутствует. Такси, гостиницы, квартиры в аренду. Люди размещают болельщиков у себя. Это культурный обмен. Составляющих очень много. Масса элементов, которые сложно измерить, но которые важны. Думаю, проведение чемпионата во Франции дало положительный эффект. О нем до сих пор не забыли. Люди познакомились с новыми культурами. Вот что такое чемпионат мира прежде всего. Смотрите, в каком-то смысле вы должны быть открытым. Открыть свое сознание, общаться с другими. Для вас это, скорее всего, не совсем обычное состояние, а значит, влияние положительное. Дети будут встречаться с французскими детьми, им захочется ездить по Францию, говорить по-французски. Они станут выбирать новые профессии. Один из самых запоминающих матчей сборной России по футболу это как раз победа над сборной Франции в рамке чемпиона мира в 99-м году. А какие у вас воспоминания остались о том матче, когда ваша сборная проиграла 2-3? По-моему, это были отборочные матчи Евро-2000. Да, точно. Мы вышли из группы, но было и правда сложно. Но сегодня это уже далеко в прошлом. Все меняется. У вас в команде есть хорошие игроки, но этого недостаточно. Нужно, чтобы вся команда чувствовала поддержку болельщиков, чтобы претендовать на победу в этом турнире. Составляющих много. Тогда в составе у вас были звезды, сегодня таких нет. То есть только в звездах проблема? То, что не хватает футболистов, да? Нет, конечно, важна и командная игра, но и звезд у вас нет. Да, у вас есть смолов, но одного его недостаточно. Знаю еще одного. Головин? Да, точно, Головин. В одиночку он не сможет изменить ход игры, как это делают Салах, Роналд, Месси, Гризман. Не получится. Вокруг звезды должна быть команда, которая поведет его на очень высокий уровень. Ваша родная команда, откуда вы родом, Ганна не вышла на чемпионат мира, но на чемпионат мира много вышло других африканских команд, в частности, Египет. Мохаммеда Салаха из Египта называют сейчас самым сильным футболистом на сегодня. Вы с этим согласны или нет? По происхождению я из Ганы, а моя родная команда – Франция. И Салах на самом деле доказал, что очень силен в одиночку. Забить 40 голов за сезон во всех соревнованиях – это серьезно. Они вышли в финал Кубка Африканских наций, где он сыграл очень большую роль. Да, в них верят. Верят в Египет с хорошим основным составом. Плюс Мохаммед Салах. Это поможет сборной выступить хорошо. Марокко может удивить. Сенегал, вероятно, меньше. Но, надеюсь, какая-нибудь африканская команда, если не победит, то хотя бы выйдет в полуфинал. Не забывайте, что за 88 лет истории чемпионата ни одна африканская команда не проходила дальше 1-4 финала. Вы играли как раз в Челси, когда там был руководителем Абрамович. Что вы можете о нем рассказать? Есть у вас какая-то история с ним связанная? Приятно было общаться. В то время я был капитаном Челси. Это был старт. Была создана основа, а когда появился он, то мог опираться на нее. Сегодня этот клуб числится среди сильнейших. Именно благодаря Абрамовичу. Спасибо. Thank you. Thank you. Merci.